Интернациональный Арбат Я был всего в двух странах. Где я был, там было классно. Например, в Германии мы ели картофель и золот. Он был невкусный, но это нормально. А во Франции – круассаны. Я ощутился в Германии, где я жил целый год и услышал немецкую речь. Для меня это важно очень. Я думаю, для людей, которые живут в других странах и прилетают сюда, им не хватает этого чувства. Во Франции мне понравилось отгадывать, правда или ложь в интересных фактах. Например, что во Франции 12-часовых поясов оказывается, потому что там разные колонии ей принадлежат. Я заинтересован был в культуре Китая довольно давно. Для начала я рассказываю людям об истории иероглифов, о том, что вообще такое иероглифическая письменность, чем она отличается от букв. Затем я показываю основные черты, то, из чего стоят все иероглифы. Я побывала в китайской части. Там я даже примерила костюмы традиционные, ханьфу, одежда ханьцев. На каллиграфии меня учили пользоваться кистью. Писать иероглифы ручкой я умею, но пользоваться кистью гораздо сложнее. Но теперь даже хочется практиковаться в этом больше. Интернациональный арбат отменялся несколько лет подряд. Но это невероятно важное событие в жизни студента для того, чтобы у других был шанс посмотреть, что это за язык. Не только с точки зрения языка, изучения грамматических каких-то времен, но с точки зрения, в принципе, большого, широкого поля. Интернедели — это отличная возможность понять, кто учится, в том числе рядом с тобой, потому что в НГУ очень много иностранцев, и мы довольно мало о них знаем. Хотя всегда очень хочется узнать побольше, но, возможно, иногда ты стесняешься спросить или просто не знаешь, как это сделать. Интернедели — это на самом деле за все мое время обучения в университете одно из таких самых ярких и веселых событий. Интересно, динамично, каждый день какие-то новые активности. Это объединяет нас всех. Это, в общем, и развлечение тоже. Развлекаться полезно во время учебы. Редактор субтитров А.Семкин